Далеко-далеко за горизонтом находится красивый город Сулани, омываемый бескрайним морем. Высокое южное солнце согревает лазурные берега. Люди тут безмятежны и невозмутимы. Со стороны кажется, что жизнь в Сулани тиха и размеренна. Но местные рыбаки судачат о существах, поселившихся в водах близ островов. И пусть их прекрасный облик не обманет вашу бдительность. Ночью они превращаются в рассерженных фурий и утаскивают неосторожных путников на дно морское. А все потому, что мстят русалки за свои древние сокровища, которые однажды отыскал знаменитый пират из Грабвеля, Сияющий Джо. И если вдруг вы допоздна задержитесь на берегу, любуясь суланьским закатом, и услышите тоскливое пение, приносимое волнами, бегите. Бегите, сломя голову, если вам дорога жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Ранним пятничным утром цунами-мураками и жители Виллу Крик прибыли в Сулани. Все настолько устали от своих забот, что хотели развеяться, полежать на песке в лучах яркого солнца и искупаться в манящей прохладой воде. Но у цунами была и другая цель. Она хотела лично встретиться с мэром, обсудить возможное сотрудничество Сулани с Виллу Крик, а также поговорить о долге, который повесила на город конкурентка. Все чувствовали воодушевление от предстоящего отдыха, но еще не знали, чем это для них обернется. Жерар Бонжур ждал, когда наконец сможет отведать местные вкусные блюда, о которых ходило столько толков в кулинарном мире. Да что говорить, он мечтал наесться до отвала и уснуть на пляже. Вивьен Диор воображала, как отыщет на берегах Сулани множество потерянных сокровищ, тех самых, что когда-то, по легенде, обнаружил пират Сияющий Джо. Едва сойдя с корабля, путешественники встретили местного жителя, который представился смотрителем Суланьского музея. От него они узнали, что именно сегодня в городе проводится традиционный летний праздник – русалья купания. Это старинный праздник, уходящий корнями в эпоху, когда русалки жили среди людей и танцевали у костров ритуальные танцы. По традиции, каждый должен до темноты окунуться в воду, а вечером обязательно посетить главное ритуальное место города. Именно там разгорится огромный костер, и местные жители проведут древний обряд изгнания злых духов. Путешественники арендовали хижины на берегу моря, оставили чемоданы и приготовились к захватывающим приключениям. Друзья, всем большой привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы», с вами Стас и Лёша. И мы продолжаем наш челлендж «Построй свой город». Это последняя серия на неделе с «Цунами-муракаки» с «Цунами-мураками». Или с «Цунаки-мураками», или с «Цунаки-мураками», в общем, со всеми с ними. В общем, я уже тоже запутался, как и любой другой житель города Виллу Крик. Кто же все-таки у нас кандидат в мэра нашего строящегося города? Хороший вопрос. Мы, наверное, узнаем об этом. Когда-нибудь все-таки узнаем. Может быть, уже в следующей серии мы об этом узнаем. Так вот, наши жильцы, наши горожане и путешественники прибыли на остров Сулани. Вообще, когда они прибыли, было достаточно солнечно. И на сегодня, в принципе, тоже передают солнечную погоду. Но сейчас вот почему-то налетели тучи. Ну, ничего, тут же рядом вода, море. Поэтому им чего бояться промокнуть? Даже если будет дождик, все равно им купаться. Так что ничего страшного. Все стоят возле хижин. Мы прибыли на остров Сулани и решили арендовать вот такие вот домики. Мне тоже так хочется куда-нибудь вот так вот поехать. Но нам надо выбрать, где у нас... Райское местечко. Где будут жить-то наши путешественники? Слушай, ну, мне кажется, разницы большой нет. Все домики примерно одинаковые. А вот этот домик, я думаю, как раз подойдет для Цунами и Наруто. Все-таки их не связывают никакие романтические отношения, исключительно деловые. Да, в среднем домике, я думаю, надо поселить тогда Жаклин и ее мужа Жерара. Потому что такая здесь уютная комната, да? А в другом домике какая комната? Ну, а вторая в третьем домике комната с таким большим зеркалом, но это, естественно, для Вивьен Диор. Да, да. Правильно. Чтобы она сохраняла свой прекрасный внешний вид, красоту, да. Да. Так, ну а поскольку они у нас приехали ранним-ранним утром... Вот, смотри, погода немножко уже расходится. Да не немножко, уже прям, кстати, совсем... Мы приехали ранним-ранним утром, все хотят позавтракать. Все хотят спать. Нет, все хотят есть. Я бы приехал утром, я бы поел и лег спать. Поэтому Жаклин сейчас может что-то приготовить, а может быть сразу на гриле приготовить что-нибудь. О, мы получили достижение. Играть в Sims 4 в течение 24 часов. Это мы, получается, в Построй свой город играем 24 часа. Да. Однако. Разошлись мы. Ну что, да, надо что-нибудь перекусить. И, я думаю, отправляться вообще смотреть, что тут интересненького есть. Наши персонажи-то вообще хотели просто отдохнуть. Ну, отдых. Хороший, самый лучший отдых – это смена деятельности. А не просто поваляться на лежаке. Ну, в том числе. Кстати, мы как-то с собой ничего не взяли для путешествия и для такого курортного города. Например, даже полотенца, чтобы можно было полежать на пляже. Надо тогда съездить в специальный ларёк, где продаются все принадлежности для путешествия. Ну, сейчас кого-нибудь отправим. Да, и как раз какие-нибудь, может, сувениры посмотрим. Ну, правда, в первый день сувениры покупать. Хотя предусмотрительно, чтобы не откладывать это на последний день. Да, конечно, можно и сувениры как раз какие-нибудь купить. Жаклин всех созывает за стол. Нужно позавтракать, потому что все достаточно голодны. Тем более, они только с дороги. Гамбургеры на завтрак? Ну, это как-то не по-звожному. Мне кажется, гамбургеры на завтрак – это не самое лучшее решение. Ну, почему? Ну, как? На завтрак надо кашку. Ну, слушай, у них отпуск. Жаклин эти гамбургеры приготовила на свежем воздухе. Что может быть лучше? Что может быть полезнее гамбургера? Так, ну, все, в принципе, поели. Тарелки они сложили почему-то на полу. А это как типичные туристы, знаешь. Набросали прям у воды. Да, зачем, в принципе, убирать. Картина знакомая, к сожалению. Ну, что, давай тогда отправим Чака и Наруто. Пусть они съездят, купят необходимые какие-то принадлежности для отпуска. А дамы пусть отдыхают. И Жерар тоже. Он поел, ему, наверное, хочется теперь полежать. Да. Понимая тебя, Жерар. Итак, мы приехали в другой район города Сулани. Как тебе, кстати, городок? Как видно? Мне нравится дорога, как она сделана. Смотри, не с... С такими неровностями. Да, 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 не с аккуратными, как они называются-то. Аккуратная кладка асфальта. Ну, да. А прям вот как деревеньки в какой-нибудь. Или вон разбитый, прям асфальт. Прикольно. Кстати, мне нравится. Так, давай посмотрим, что здесь есть. Слушай, ну вот это цены. Аква-ягуар стоит 2500 символионов. Ну, я думаю, что нам он и не нужен. А вот ананас мы можем себе позволить. Ананас можно купить и посадить сюда. Причем аква-ягуар покупать. Парочку. Слушай, а может быть, вот поскольку у нас цунами иногда выезжает, может быть, она еще походит по окрестностям и собирает тоже каких-нибудь растений. И эти растения можно будет посадить, например, в парке, который она строит. Ну, если тут есть что-нибудь эксклюзивненькое. Кстати, вообще в парке можно было бы сделать оранжерею какую-нибудь небольшую. Вот в этом. Можно. И из разных городов привозить туда растения. Да, да. Вот кокос еще возьмем. Кстати, классно было. А где мы там кокос-то вырастим? Вот местные растения. Корень кавы. Так, ну что, мы надувной матрас возьмем для кого-нибудь? Да. Один или парочку? Дорого. Дорого, 70 миллионов. Да, жалко денег. Да ладно, в отпуск приехали. Давай возьмем парочку. Цунами потом все равно со всех налог возьмем. Да, да, да. И себя в карман положит, как это пишут местные газеты. И будет еще вымогать у семейства Бонжур деньги, которые они откладывали Жан-Полю на университет. Ох, они каждое полотенце по 25. А вот для кого-то по 20 возьмем? Два. Нет, а давай такие возьмем. Все по 20 возьмем? Да. То есть ты хочешь экономить даже лишнюю пятерку? Да. А послушать, сколько это наберется на каждого человека, это уже 30 миллионов, между прочим, мы сэкономим. Ну давай, давай так и возьмем. Конечно. Ты что, когда на море приезжаешь, ты что, покупаешь самое дорогое полотенце? Ты видишь какие-нибудь самые дешевые полотенца, самые дешевые сланцы, тапки, если их забыл? И покупаешь просто тупо на отпуск. Я всегда так делал. Поэтому и этот раз пусть не будет исключения. Вот и Наруто так сделал. Ну ладно, отправляемся назад. Мы сразу расстелили на пляже все полотенца, которые приобрели Чак и Наруто. А Наруто сейчас подарит Цунами подарок, растение, которое он купил в этом магазине. Вот Цунами уже залезло в воду, уже решило искупаться. Ну вообще отлично же. Подожди, сейчас надо переместить матрас. Расслабиться. И расслабиться. Я думаю, Цунами загорать нельзя. У нее такая кожа, что она, наверное, сразу сгорит. Никому нельзя загорать. А вот Джерар немножко все-таки позагорает. Вивьен, я думаю, ей не нужно прохлаждаться на пляже. Вот что ей тут делать? Ей нужно отправляться искать сокровища. Она же этого хотела. О, ну, собственно говоря, да, правильно. Вот, например, поискать ракушки на пляже. О, вот это сокровище. Хотя, может быть, среди ракушек она найдет что-нибудь интересное. Чак, например, немного поплавает. Кстати, Жаклин нужно тоже вытащить в свой матрас. Так, смотри-ка, а если выбрать действие у Вивьен, не искать ракушки, а искать мусор на пляже? Может быть, среди мусора она найдет какое-нибудь интересное сокровище? Это прям, как, знаешь, какая-то цитата мудрая получается. И среди мусора можно найти сокровище. Вот именно. Этим и руководствуется Вивьен. Вот, залог успеха. Нравится ли Жаклин фитнес? Ну, вполне себе, почему нет? А кому не нравится фитнес? А Наруто у нас может вообще-то понырять с аквалангом. Давай-ка приобретем ему снаряжение. А сколько? Правда, это будет, наверное, стоить немалых денег. Это очень немалых денег стоит. Нужно. Мы приобретаем дыхательный аппарат за 750 симулионов. Так, а нож аквалангиста позволяет нырять за ракушками. Подводное снаряжение останется у персонажа. Наверное, навсегда. Смотри-ка, здесь есть компас с аквалангом. А вот это мне нравится. Вот это хорошая вещь. Но очень дорого. Я думаю, нам надо все приобрести. Все? Ну да. А зачем все-то? Слушай, если он с подводной камерой поныряет, может быть, он красивые снимки сделает? Ну, я даже не знаю, подводная камера, насколько она нам нужна. Нужна. Если что, потом отдадим Вивьен и Чаку. Очень дорого. Они в любом случае сюда в путешествие поедут. Очень дорого. Ладно, покупаем, ничего страшного. Ну ладно, 250 это не так страшно. А почему, интересно, нельзя купить гарпун? А, нужен четвертый уровень навыка фитнеса. Ну, у Чака, по-моему, сейчас третий уровень, да? Да. Наруто отправляется нырять с аквалангом. Что-то с Жераром плохое происходит. Слушай, ему очень жарко. Он перегрелся. И очень сильно загорел. Жерар, скорее забегай в дом. Вот он отпуск. Вот, знаешь, это по классике жанра. Ему не нравилось, он не хотел. И, собственно, все так и оборачивается. Ему не понравилось. И поэтому на него все тумаки. Да. Но зато можно лениво подремать тогда в хижине. Так, Наруто все еще находится под водой. Он ищет у нас какое-то подводное сокровище. Вот эти пузырьки, это и есть Наруто, да? Да. Жаль, под воду мы заглянуть не можем. Эх, а было бы интересно посмотреть, какие там рыбки плавают, что там вообще происходит. О, у Наруто теперь второй уровень фитнеса. И еще чуть-чуть, парочку пунктов, и он сможет себе гарпун даже приобрести. Смотри-ка. О! Вивьен нашла глаза сулати. Вот, вот. Редкое сокровище. И смотри, 897 миллионов. Вот так еще походит, поищет и вообще отобьем все снаряжение, которое мы приобрели. Супер. Вот это, вот это дело. У Вивьен только падает немного досуг. Пусть, может быть, она поплавает и немного тогда себе поднимет настроение этим. О, какой у нее костюм купальный, кстати. Какой? Ну, такой, знаешь, кстати, очень-очень даже модный. Ну, я думаю, что можно уже отправляться в центр города. Посетить фестиваль. Ну, обрядовая вот это вот мероприятие. Церемонию. Церемонию, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 повернулась вспять. Хозяевами морей теперь были не пираты, а русалки, которые, едва завидев корабль, топили его, а моряков утягивали на глубину. Много лет не появлялись они у берегов Сулани, но рыбаки говорят, что вернулись русалки в родные воды, и горе тому, кто встретит их на своем пути. «Будьте осторожны!» предупредил смотритель музея. «После заката заводят русалки тоскливую песнь, а тех, кто откликается на их зов, навсегда утаскивают воду. Прячьтесь, услышав эту песню!» сказал смотритель. «Забирайте двери и окна!» Костер догорел, и все стали расходиться по домам. А Вивьен вдруг услышала... Тоже удивительное пение услышал и цунами, и Жаклин, которая уже готовилась ко сну. Утром Чак, Жерар и Наруто проснулись и вдруг не обнаружили в хижинах цунами Жаклин и Вивьен. Они бегали по острову, звали своих спутниц, но на зов так никто и не откликнулся. Наши герои проснулись утром и обнаружили, что цунами Жаклин и Вивьен пропали. Ну, теперь они могут по-настоящему, по-мужски отдохнуть. Раз дамы исчезли, можно смело открывать пенистое и рыбку доставать сушеную и наслаждаться. Ну, можно было бы, конечно, но все-таки надо их попытаться найти каким-то образом. Ну, может быть, они просто пошли... Погулять. Погулять или в спа. Да, да. Я думаю, они бы нашли, вот наши парни, именно такое оправдание их исчезновению. Но все-таки, наверное, у них внутри есть вот это вот ощущение тревожности, что-то произошло, но не могло быть никак иначе. Они бы тогда предупредили, куда они отправляются или что-то такое, какую-нибудь записку черканули. В общем, у них должна быть ментальная связь и должно какой-то звоночек, какая-то иголочка в сердце колоть. И они должны почувствовать, что что-то не так. Нарушен ход вещей. Вот, Жерард, посмотри, как напряжен от отсутствия Жаклин. Да. И посмотрите, кстати, как у нас интересно совпало. Сегодня наступил пиратский день. О! Все сходится, звезды сошлись. Ну, что ж, а в принципе, парням надо бы тогда отправиться куда-нибудь поискать дам или там выяснить хотя бы, найти следы, что-нибудь вот в таком духе. Ну да, какое место могло бы быть, вот куда бы они могли бы отправиться, чтобы поискать эти следы? Ну, к какому-нибудь эксперту. Ну, наверное, к тому смотрителю музея, да, которого они встретили. Я думаю, это именно тот эксперт, в принципе, вот как я и назвал, вот, эксперт, да, вот, только к нему он разбирается во всякой вот этой вот всей вот ситуации, наверное. Ну, тогда поехали в музей. Давай. Итак, это главный музей города Сулани. Мне нравится. Мне тоже нравится. Мне нравится, что он выполнен в форме вот этого корабля. Что тебе снится, крейсер в городе Сулани на острове. Сулани это город же, правильно, островной? Город, город, да. Наверное, вот этот корабль раньше выходил в открытое море, а теперь в нем организовали музей. Вот в окошке можно заглянуть, там видно даже какие-то редкости. Ну что, пойдем тогда внутрь. И они решили, посмотри-ка, забраться в этот музей именно через воду. Правильно. А что, солнце уже вовсю жарит. Смотри, как Жерар, бедный, плывет еле-еле. Ему даже плыть тяжело. Вот. Ну, зато освежились немножко. Вот, они поднимаются на борт. Слушай, наверное, надо одеться. Как-то неприлично, наверное, в музей идти. В музей, босиком, в шортах. Да это вообще безобразие. Ну, хотя это курортный город. Какая разница? Ты представляешь, чтобы в музей человек в шортах пришел? Нонсенс! Так что одеваемся в костюмы. Да. И пойдем. Спускаемся вниз. Вон свитки, пергаменты. Рыбка деревянная. Вот загогулина какая-то. Сундук. И сундук с сокровищами. Так, посмотри-ка, здесь какие-то книги старые. Еще один сундук, кораблик, вазочка. Ракушка. Ракушка. Да вроде бы и все. Ну, вон картины еще всякие на морскую тематику. И скелет какой-то стоит. А, ну да. Ну, это так. Я думаю, что скорее для антуража. Навряд ли это прям уж экспонат какой-то. Как и ожидалось, Жерар, Чак и Наруто встретили в музее смотрителя и рассказали ему о пропаже. Смотритель сразу же сказал, что это дело хвостов русалок. Точнее рук. Но есть на Сулане одно место, откуда можно начать поиски пропавших. Муапеллам. Это древний Суланский вулкан. Именно там у его подножия находится загадочный грот, ведущий в глубокие недра. Но нужно быть осторожными. Там никогда не ступала нога человека. И никто не знает, что ожидает внутри. И поторопитесь. На прощание сказал смотритель. Чем дольше вы медлите, тем выше шанс потерять ваших спутниц навсегда. И вот так же Жерар, Чак и Наруто отправились к зловещему русалычьему гроту у подножия вулкана Муапеллам. А это тот самый грот, о котором говорил смотритель музея. Отсюда следует начать поиски. Может быть они здесь что-то встретят. Ну что сказать. Наши приключения становятся все интереснее и интереснее. И вот им уже приходится лезть в какой-то грот, который вполне вероятно таит в себе какие-нибудь опасности. Или загадки, которые доведут до добра. Ну и как сказал смотритель музея, этот грот прям расположен у подножия действующего вулкана. Представляешь? Да, да. Значит... Это им предстоит вообще залезть под землю, под эти вот камни. Ну вообще в принципе под землю. И возможно даже подойти к самому сердцу этого вулкана. Да, до конца неизвестно, что там, куда путь пролегает в этом подземелье. Поэтому куда нас заведет судьба, неизвестно. Что же там, что. Ой, вот как страшно тут и опасно. Ох, как страшно. Ух, ну давай уже зайдем и посмотрим, что там. Да, давай спускаться. Да. Итак, мы начинаем спуск. Как таинственно, да. Ты еще посмотри, тут рыбы какие-то плавают. Что это? Это какое-то странно. Они как будто под воду спустились. Но при этом они вроде бы как бы не под водой. Что это за странное место? Ну, кстати, оно какое-то не такое уж и страшное, как вы подумали. Смотри, тут стульчики и столик. Ракушки лежат. И статуя с какой-то девочкой. И зеркальце. Какие-то человеческие предметы. Ну, разве здесь страшно, посмотри. Тут очень даже дружелюбная атмосфера какая-то. Слушай, это, наверное, все-таки место обитания русалок. Почему ты это думаешь так? Ну, именно они и организовали себе этот грот. Неспроста же он называется русалочий грот. А, может быть, это просто кто-то себе сделал. Ну, вряд ли. Это же старое забытое место. Ну, посмотри, тут же холодильник и плита. Разве русалки пользуются холодильником и плитой? Ну, конечно. А мне кажется, они несовременные. Тем более, по легенде, раньше русалки жили с людьми. Конечно, они уже давно очеловечились и привыкли, в том числе, к пище людской. И привыкли к комфортным условиям. Наверняка они пользуются сотовой связью. Я думаю, что да. Слушай, если мы сейчас встретим какую-нибудь русалку, она по-любому будет идти, еще и телефон достанет. Кстати, да, наверное. Ну, как она будет идти? Плыть уж тогда? Нет, она будет идти по земле. Хвостом своим такая. Ну, почему хвостом? Русалки же ходят, они только в воде превращаются. Слушай, и вот еще, посмотри-ка. А вот там уже вода. Да, здесь уже какой-то подводный ход. Надо туда нырять. Ну, похоже на то. Да, там определенно что-то есть. Может, там есть какой-нибудь клад интересный? Зачем нам клад? Нам нужно найти наших женщин. Ну, а наши женщины... А ты про клад говоришь. В смысле? А наши женщины что, не клад? Клад. А Вивьен не клад? Вивьен не сапер. Вивьен сокровище. Вот. Ты просто неправильно меня понял. Я это и имел в виду. Вот. Даже посмеялся Чак. Ну что, кто у нас будет нырять? Ну, кто у нас искатель сокровища и приключений? Чак. Мне кажется, его и надо отправлять. Ну, уж точно не Жерара. Ну да, Жерар тогда останется здесь, пока... Слушай, а снаряжение есть только у Наруто. Наруто же его не может передать? Пусть тогда Наруто ныряет. Думаешь? Ну да. Ну, а слушай, здесь... Посмотри, как... Неизвестно, что там ждет на глубине. Куда он тут будет нырять и сколько он будет находиться под водой. Ему в любом случае понадобится и акваланг. Ну, еще тратиться там сколько огромные деньги, я не готов. Поэтому пусть тогда Наруто, да. Да, пусть ныряет Наруто. Они договорились, что это будет Наруто. Именно ему предстояло нырнуть в пугающую неизвестность. Наруто надел снаряжение, прыгнул в воду и поплыл на глубину. Он оказался в большом затопленном зале с высокими сводами. Возможно, это ушедшее под воду здание может представлять величайшую историческую ценность. Наруто подумал, вот бы приехать на острова еще раз, изучить историю Сулани, выяснить, что за тайны хранит море, омывающее берега. Но цунами похищено. Ему во что бы то ни стало, нужно ее отыскать. Не успел Наруто подумать об этом, как заметил под собой движущиеся силуэты. Там кружили русалки. И там же, на дне, находились Вивьен, Цунами и Жаклин. Внезапно к Наруто подплыло подводное создание. Наруто приготовился к сражению, хотя и понимал, что под водой преимущество явно не на его стороне. Поэтому если Наруто хочет вернуть своих близких, ему стоит отыскать на берегах Сулани сокровища и преподнести их русалкам. Иначе те, кто ему дорог, навсегда останутся под водой. А со временем тоже станут русалками и уплывут в открытое море навсегда. А пока они останутся здесь. Наруто оставалось только развернуться назад. Ну что ж, задачка теперь у нас хорошая. И вот как все повернулось. Да. Теперь Наруто, Чаку и Жерару необходимо оббегать остров, ну или поискать на лазурных берегах Сулани какие-то сокровища. И не себе их взять, а отдать. Как это так? Немыслимо просто. Ох, вот это да, задачка. Вот что это за отпуск такой? Вообще, ни минуты покоя. Но только так они смогут вернуть Цунами, Жаклин и Вивьен. Ну чего только не сделаешь ради Вивьена, Цунами и Жаклин. Ну что? Придется это делать. Можем пока попробовать поискать здесь, либо поехать куда-нибудь прям в самое-самое сердце Сулани и там побегать по берегу, что-то поискать. Ну давай минуточку здесь, прям на секунду, вдруг попадется что-нибудь. Ну давай, все, ребята, прекращаем. Все, откладываем болтовню и занимаемся делом. А потом поедем в сердце Сулани, потому что я думаю, что раз сердце, то там наверняка должно быть что-то важное. Все побежали, и только Жерар идет ленивый такой походочкой. Да, кажется, он не торопится. Вызвали Джаклин из плена. Он бы, наверное, сейчас с удовольствием полежал. Знаешь, так лежа на шезлонге, так одной рукой просто подкапывал бы сбоку от шезлонга. О, посмотри-ка, у нас Наруто уже нашел глаза Сулани. Супер! Вот, другое дело. Надеюсь, и Чак сейчас что-нибудь найдет, и Жерар, возможно. Жерар нашел глаза Сулани, тоже нашел сокровище. Слушай, прекрасно. Блин, а что, мы правда все будем отдавать? Или все-таки, может быть, Жерар что-то прикарманит себе? Я предлагаю прикарманить. Ну, а что? Давай посмотрим, сколько оно стоит. 60. Нифига не будем его прикарманивать, отдадим. А вот у Наруто... А у Наруто два. И смотри, один 550, а другой 890. Вот это составим. И скажем, ну извините, что нашли, вот за 60 нашли. Ну да. Мне кажется, за 550 тоже можно не отдавать. Да нет, ладно уж, этот отдадим. Хорошо. А то вдруг они нам тоже не все отдадут. Вот. А Ливьен оставит себе, например. А у меня к тебе... Кстати, да, это, вероятно, так. О, еще нашли? Еще. Кстати, у меня к тебе вопрос провокационный. Так, какой? Смотри, у нас есть несколько сокровищ. Одно стоит 60, другое 550, и третье 890. И у нас три пленных. Какая, на твой взгляд, из пленных, какого сокровища стоит? Какая 60, какая 550, а какая 890? Можешь ли ты оценить их? Это сложный вопрос. Сейчас одну секундочку. Звонит Лора Чаку, это его сестра. Ну, Лора, извини, пожалуйста. Чак пока занят, он ищет сокровища, чтобы... Ну, все никак Лора не может угомониться. ...спасти свою супругу. Я не могу их так оценить, потому что они все дороги, как и для нас, так и для каждого из своих мужчин. Поэтому, я думаю, нельзя оценить кого-то на 60. Даже по возрасту на 60, Вивьен, не оценишь. И с трудом 16 даже. Ну, это я вообще-то пошутил. И сразу сказал, что вопрос провокационный. Я, на самом деле, тоже бы не смог оценить. Они бесценны! Так что, что уж тут говорить. А что происходит у нас с Наруто? Наруто хочет есть, потому что они сегодня даже не позавтракали. Чака опять ущипнул краб. И, между прочим, ты посмотри, у нас сокровища находят только Наруто и Жерар. А Чак, искатель, между прочим, сокровищ и искатель приключений, пока нашел только одну корюшку за 6 символионов и таинственную какую-то коробочку. Давай посмотрим, что это за таинственная коробочка. И вот кусок бисквитного торта он еще нашел, испорченный. А в коробочке что, торт был? Нет. В коробочке пока еще непонятно, что там было. Сейчас мы посмотрим. Игрушка с пищалкой. А, понятно. Ну, я могу объяснить это тем, что Чак, хоть и искатель сокровищ, тем не менее, его спутница, Вивьен, в заточении была пленена. И поэтому он, конечно, рассредоточен и не может найти ничего. Мы отправились в центр Сулани и все хотят есть. Посмотри, как они сводят желудки. Я думаю, надо им сделать какую-то передышку и что-то перекусить, ну, потому что это правда невозможно. Ну, искать, конечно, надо, но силы на поиски тоже должны быть. Вот, здесь есть что-то. Смотри-ка, они сейчас отведают местную кухню как раз. Тем более, какие-то сокровища они нашли, что-то они уже могут отдать. Блюда из тропических овощей. Сейчас закажет Джерар. Надо Чаку тоже что-то заказать. Например, печеные фрукты. И Наруто. Калуа из свинины. Ну, сейчас быстренько перекусим. Прям быстро-быстро-быстро. И надо искать сокровища, потому что сейчас темнеет и будет вообще очень сложно. Птичья клякса на плече. Вот так вот. Мимо пролетающая чайка случайно попала на Джерара. Не повезло, не повезло. Джерар теперь немного благоухает. Да, но мне хочется сказать, это же хорошая примета. Это же, к счастью, к деньгам. К деньгам, да, как говорится. А значит, они сейчас обязательно найдут какие-нибудь сокровища, торгостоящие. И какие-то часть передадут русалкам. Но перед этим надо найти еще туалет. Вот он находится. Потому что у нас и Джерар хочет в туалет. Наруто тоже. Ну, Джерар, посмотри, так и лениво ест. Лениво ходит. Он даже не торопится никуда. Зачем торопиться в отпуске? А что, мне нравится вот этот концепт жизни такой. Сейчас очень популярен становится. Slow life. Когда ты осознанно проживаешь свою жизнь, не торопясь, чувствуя и проживая каждый момент, чувствуя, как ты дышишь, как ты ешь, как ты мыслишь. Благодаря этому, такому жизненному подходу, можно ощутить полноценно свое бытие. Так что нельзя не отметить эту положительную черту у Джерара. Чего торопиться? Да, тем более, вот он в большом городе живет, в виллу Крик, который разрастается, который... Происходит процесс у него урбанизации. Конечно, там стрессы, спешка, постоянные какие-то бытовые рабочие задачи, копится усталость, стресс, негативные эмоции. А здесь, даже несмотря на то, что его жену похитили, все равно как-то расслаблено. Море, солнце, пляж. Ну как тут можно торопиться? Ну, время уже 6 часов. Я думаю, надо отправляться обратно к гроту, отдавать все, что они смогли найти. Ну, давай тогда подведем итоги, что у нас, в принципе, есть здесь. Смотри, что нашел Наруто. Сердце Сулани, очень редкое сокровище. Ну, по-хорошему, это и надо отдавать. Я думаю, что да. Да. Четыре глаза Сулани и одно сердце Сулани. Но один глаз за 890 Наруто оставляет себе, прикармонит, как настоящий якудзо. Ох, какой, а? Бандит! А все остальное мы все-таки отдаем. Ладно. Поехали. Давай. Конечно, отыскать все потерянные сокровища Чак, Наруто и Жерар не смогли. Но зато отдали русалкам те, что нашли. В свою очередь, русалки тоже сдержали уговор и возвратили их спутниц целыми и невредимыми. Но предупредили, что море опасно и равнодушно. Оно не способно прощать. Путешественники вернулись в хижину, чтобы прийти в себя после случившихся с ними приключений. Но у цунами было еще одно важное дело. Она привела себя в порядок и отправилась на деловую встречу с мэром Сулани, Джошуа Тиатой, для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Цунами встретила супруга мэра, ослепительная Тиана Тиата. Она была любезной, доброжелательна, но цунами заметила нечто странное в ее повадках. Однако времени на раздумья не было. Тиана проводила цунами в кабинет мэра. Цунами представилась кандидатом в мэры строящегося города Виллоу-Крик и сразу перешла к делу, предложив сотрудничество и становление транспортного сообщения между городами. Джошуа Тиатой оказался достаточно гостеприимным. Он предложил цунами экзотический напиток из кавы и выразил признательность за то, что цунами сама лично пришла к нему познакомиться. Ему очень лестно, что цунами поучаствовала в празднике русальих купаний, выполнила традиции этого праздника и посетила ритуальные танцы у костра. Так она ближе познакомилась с культурой Сулани и начала больше понимать местных жителей, потому вполне сможет наладить с ними контакт с учетом их взглядов. И сотрудничество с таким мэром ему довольно приятно. В разговоре цунами коснулась щепетильной темы, долга, которой бездумно взяла ее соперниц для развития своей безумной идеи. Строительство центра изучения плоскостопия у порнокопытных. Но Джошуа Тиатра заверил цунами, что семиллионы действительно были выделены, но пока не переведены на баланс Виллу Крик из-за отсутствия выбранного главы города. Обрадовавшись, цунами предложила взаимовыгодную инвестиционную компанию, как только в Виллу Крик пройдут выборы мэра. Мэру Сулани понравилось это предложение. Он проводил цунами и пожелал победы на выборах. Уходя, она оглянулась и вдруг увидела... Отпуск жителей Виллу Крик подошел к концу. Уставшие от приключений, они взошли на борт корабля и отправились в город, который уже стал для них родным. Все главные цели были достигнуты. И цунами возвращалась домой с чувством выполненного долга. Впереди еще много дел. В воскресенье утром в город приезжает новая семья. Их нужно встретить, помочь им устроиться и обжиться на новом месте. Она еще не знала, какие испытания приготовила для нее судьба в дальнейшем. Ну а мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Поддержите, пожалуйста, нас лайком и комментарием. И оставайтесь с нами на канале НЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ. И до скорых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok